Председатели и члены участковых избирательных комиссий прикидывают, как организовать здесь процесс голосования в случае чрезвычайной ситуации. Автобус низкопольный, он будет дежурить на протяжении всего дня голосования. Примерно так должна проходить эвакуация. У каждого своя зона ответственности. Необходимо вынести списки, урну, чистые бюллетени, документацию. По легенде, на участок позвонил неизвестный и сообщил о заложенном взрывном устройстве. Эвакуацию могут начать, если на участке обнаружат, например, бесхозную сумку или коробку. Окончательное решение о переносе голосования, а затем о возвращении на участок, принимают специальные службы. Количество людей, которые смогут оказать помощь, которые будут заниматься обеспечением безопасности, по идее, достаточно. Задача сотрудника полиции провести эвакуацию, обеспечить оцепление участка. После сообщения будет направлена следственная оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Вот после того, как прибудут они, кинолог обследует место и сообщит сотруднику полиции о том, что, допустим, не подтвердилось, сотрудник полиции сообщает председателю избирательной комиссии, и тогда тот принимает решение о вознаправлении голосования. В полиции напоминают создание препятствий избирательному процессу, а уж тем более телефонный терроризм, серьезные уголовные преступления. Подобные занятия проводятся впервые. Это очень важно в условиях нынешнего времени. Надеемся, что мы будем научены, но нас это минует. В непредвиденных случаях будут выносить в том числе документы строгой отчетности. С 13 марта и до 14 часов 17 марта и только в избирательной комиссии по месту жительства гражданин может написать заявление, которое позволит ему проголосовать на любом избирательном участке. Оно специальное заявление, и ему присваивается спецзнак марка с номером. И когда человек приходит на избирательный участок, отрывная часть этой марки отрывается и клеится в список для голосования. Это будет последняя возможность перенести место голосования. А пока до 6 вечера 12 марта соответствующее заявление примет любая избирательная комиссия. В Анапе такие документы уже оформили более 2000 граждан, как жителей города-курорта, так и других муниципалитетов. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.